И теперь к другим темам. В Москве прошел съезд партии «Единая Россия». В этом году он собрал более двух тысяч человек. В его работе приняло участие высшее руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты. Также на съезде выступил президент страны Владимир Путин и лидер партии Дмитрий Медведев. О принятых решениях расскажет Мария Владимирова. «Единая Россия» – крупнейшая ведущая политическая партия страны. С этого на пленарном заседании партии начал свое выступление глава государства Владимир Путин, отметив, что в настоящий период самой важной задачей «Единой России» является работа по реализации национальных проектов. «Было принято решение, что за каждый национальный проект будет закреплена именно партийная ответственность, партийный контроль, с тем, чтобы не 50, не 60% реализации средств, которые выделяются национальные проекты, а все 100% реализации национального проекта, чтобы каждый житель государства российского, каждый житель самого отдаленного населенного пункта в Нейско-Автономном округе почувствовал на себе достаток, почувствовал на себе именно заботу государства». Реализация национальных проектов – одна из ключевых задач партии в регионах. Выполнять ее, по мнению главы региона Александра Цибульского, необходимо, основываясь на мнениях и инициативах, исходящих от жителей округа. «Те новые подходы, на которые сегодня формируются запросы большей части общества, они, конечно, должны быть основой работы нашей партии. Это должна быть, на самом деле, организация, которая слышит и является наиболее коротким звеном между чаянием людей и реакцией исполнительной законодательной любой другой власти. И в этом смысле, мне кажется, что в Нениско-Автономном округе, с учетом наших особенностей, с учетом вот этого короткого отклика между проблемой человека и реакцией власти, именно «Единая Россия» должна стать, на самом деле, такой новой, обновленной системой, не хочу говорить слово «контроль», но хорошей такой системой мониторинга и участия в жизни наших граждан». О главных задачах партии на предстоящих в 2020-2021 годах выборах говорил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Прежде всего, необходимо укрупнить партийные проекты по пяти направлениям – здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. «То, что давно напрашивалось, уже сегодня было озвучено. То есть у нас большое количество партийных проектов зачастую пересекаются. В том числе и работа по этим партийным проектам может дублироваться. То есть одни разные люди могут пересекаться в своей деятельности в разных точках. Ну, возьмем наш округ, у нас в округе. И сегодня прозвучало, что партийные проекты будут укропнины. Это облегчит работу и поможет сконцентрировать больше усилий на каждом проекте». Еще одна задача, поставленная лидером партии – продолжение курса на улучшение качества жизни граждан. «Надо отметить о том, что мы по этому пути и должны дальше двигаться, быть максимально открытыми для людей, быть максимально честными. Мы должны говорить то, что мы можем сделать и выполнить, никого не вводя в заблуждение и четко выполнять свою программу. То, что мы даем нашим избирателям, жителям округа в программных наших документах, обещания, мы должны эти программные вещи и обещания, наказы выполнять». В рамках исполнения предвыборной программы «Единая Россия» идет активная работа по развитию сельских территорий. Предложения и рекомендации экспертов партии были учтены при подготовке новой государственной программы комплексного развития села. «Это очень важно, чтобы жизнь наших населенных пунктов, в частности нашего региона, стала намного лучше, чтобы людям было жить в селе так же комфортно, как люди живут в городе. И так же, чтобы развивалась и инфраструктура, и благоустройство населенных пунктов, сельские дороги. И так же, конечно, очень важно, чтобы в сфере образования, культуры, здравоохранения работали специалисты, чтобы привлекали специалистов». Также Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» должна мобилизовать всю структуру партии, начиная с ее первичных отделений. По его словам, написать хорошую программу мало. Партия должна быть готова ее выполнить. А для этого необходимо мобилизовать весь актив. «Это на самом деле, повторюсь, это сложная задача. И вот мы с губернатором Александром Витальевичем Цибульским говорили в перерыве, что действительно, наверное, роль первичек надо еще раз посмотреть, надо их поднять. В том числе, обеспечить их ресурсами для того, чтобы мы могли те вопросы, которые перед нами решаются в ежедневном режиме, они должны быть на повестке дня и спокойно, спокойно решаться». На 19-м по счету съезде дан старт подготовки к выборам в Государственную Думу в 2021 году. Создано шесть рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям, а также запущен правозащитный центр партии. Помимо этого, представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России». где любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию.